Мы думали, что это просто обычное учение. Но это учение оказалось не учением, а началом подготовки к наступлению. И когда вернулся отец из границы, это было где-то в 2 часа ночи. Он мог отдохнуть в казани вместе с бойцами. И в 4 часа проснулся от того, и ему вначале показалось, что это гром, что это гроза. Но это было как с него достало. Застава была на заставу жить. Я извиняюсь, мы, Валентина Павловна, прервем на этом месте, потому что это начинается уже от книга. И вот про 22 июня 1941 года мы сейчас услышим. Единственное, ну это, конечно, очень здорово, но Валентина Павловна у нас человек скромный. Она не расскажет, почему она до сих пор боится коров. А это у нее воспоминания с одной из границ. Это называется пограничница, которая боится коров, за сих пор. И не расскажет, как эта пограничница строила заставу, воспользовавшись тем, что отец забыл дом из границ. Я передаю микрофон. Меня разбудил грохот грома. Какую-то минуту я еще лежал, прислушиваясь к его раскатам, не понимая, отчего летняя гроза такая яростная, со всполохами огня, запахом не озона, а гари, дыма, пороха. И вдруг резанула мысль. Да это же не гроза, а артиллерийский обстрел заставы. Вскочил с гойки, натянул сапоги и на ходу застегивая портупею с наганом. Вместе с бойцами выбежал из казармы. И вовремя крыша казармы полыхала, рядом горела конюшня. Бойцы кинулись спасать коней, распахнули двери конюшни, стали выводить испуганных животных, которые ржали, дыбились, вырывались. Стрельба велась с определенной стороны границы. Земля и воздух сотрясались от взрывов снарядов, рвавшихся вокруг заставы. Во дворе поднимавших столбы с земли, в перемешку с обломками деревьев, с сараев. Охваченная пламенем рухнула наблюдательная пышка, подмяв под себя повозку, стоявшую поблизости. Обстрел прекратился так же внезапно, как и начался. По характеру обстрела было ясно, что это не случайно залетевшие снаряды. Обстрел велся целенаправленно. Часы показывали три минуты, пятого утра, двадцать второго июня. ПЕСНЯ 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 Тот не забудет никогда, Тот не забудет, не забудет Атаки яростные те. И знакомо вам все На безымянной высоте. На безымянной высоте. Над нами мессоры кружили, Их угловило, словно днем. Но только крепче мы дружили Под перекрестным арт огнем. И как бы трудно не поймало, И перебыл в своей мечте. У незнакомого поселка На безымянной высоте. У незнакомого поселка На безымянной высоте. Часто снятся те ребята, Друзья моих боялых лет, Земля наша в три наката, Сосна горевшая над ней. И как бы трудно не поймало, И перебыл в своей мечте. У незнакомого поселка На безымянной высоте. У незнакомого поселка На безымянной высоте. У незнакомого поселка На безымянной высоте. На безымянной высоте. Не имея карты боеприпасов, Это было крайне сложно. Многие попали в плен. Даже судьба постигла и Павла Андреевича. О том, как прошли эти четыре года плена, Иди подробно рассказывал. Сразу замечу, что мало того, что Павел Андреевич рассказал, Валентина Павловна рассказала о судьбе своего отца в плену, исходя из его записи. В книге имеются ссылки на людей, кого Павел Андреевич встретил за эти четыре года. Судьба многих из них до сих пор была подчеркнула, неизвестна. Если зайти на ОБД мемориал, то по архивным справкам они до сих пор числятся в безвести пропавших. Поэтому огромнейшая заслуга Валентины Павловны в том, что она подняла эти записи, и судьба многих солдат стала известной. А сейчас я хочу, чтобы Валентина Павловна рассказала о том, как же жила семья эти четыре года. Но так как у нас микрофоны не выдерживают, мы просим вернуться на ваш трог. И простите не последний раз. Раз, два, три, встаньте, граничники. Нас война с мамой застала на станции карты. Как мы туда попали? 21-го числа, как уже рассказывали, отец уехал на Крыму. А мы с мамой уехали в этот день в Тельщаве. Почему? Потому что так получилось, возвращаясь в санкопы, я засовела в вас. А в нашем гранатленте, в Розовете, специалистом еду. Поэтому, когда врач посмотрел, он говорит, такой специалист есть, который был в госпитине, в городе Тельщаве. Немедленно возвращаясь, езжайте сюда, потому что девочка может остаться без семьи. Что мы с мамой сделали? Значит, отец уехал утром в 9 часов 21-го. Мы с мамой уехали в 12 часов. Все, замкнули квартиру и уехали. Врач сделал свое дело, заклеил мне глазки. Я с одним глазиком переночеваю у врача, потому что он разрешил нам остаться на его клиенте. И утром в 6 часов утра, уже война шла, а никто еще не вернулся. Мы в 6 часов утра шли по сонному повороту, шли до вокзала, для того, чтобы вернуться в Петельку. Купили билет, сели в поезд, едем. Доезжаем до, не доезжая до Корцены, по вагону идет проводница и говорит, граждане-пассажиры, поезд дальше не идет, будет высадка на станции Корцены. Ну, Корцены-корцены мы вышли. Вагоны были замкнуты, и поезд ушел назад. Мы все, кто был, все пассажиры вагона, остались на небольшом перроне города Корцены. Конечно, все волновались, все боялись, но мы увидели, что на запасном пути стоит несколько вагонов. Стоят, и в них я увидела, несмотря на то, что была с одним глазом, я увидела своих подружек. Маме говорю, мама, смотри, оказывается, наши девочки почему-то оказались и здесь. Это был эшелон эвакуированных семей из города Критинга. Им удалось выскочить оттуда совершенно случайно. Им посчастливилось, потому что Критинга уже была обстреляна, Критинга в начале конечных улицах уже были немцы. Так мы с мамой оказались от нас пограничными, посадили в одну из тех пушек, и так мы оказались в этом эшелоне. Но в этот день, где-то часа в три, подъезжая к Шамагарю, на эшелон, над эшелону появились два немецких самолета. Но мы не думали немецких, мы считали, что это наши. А самолеты настолько низко летели, что мы видели их немецца. И когда они спускались, пролетали над нас, мы увидели, что это не краснозвездные самолеты, а фашистские, фашистские мешки. Они начали обстрел эшелона. И мы, наверное, не смогли бы вывышать, мы бы, наверное, они бы, наверное, разбомбили мост, и мы, наверное, бы погибли. Но в это время из-за точки появился маленький эстребок, наш советский самолет. Единственное, один самолет, который мог подняться с Шамагарского аэродрома, он спас нас. Он сумел поразить огнем одного, один самолет, он задымил и упал. Прямо на лобу мы видели, как он взорвался. И в коробах прошли. Но тем не менее, этот летчик, видимо, погиб, потому что самолет его задымился и ушел за горизонт. Мы не видели, взорвался он, и не видели плана или такого. Может быть, он и остался жив. Но сколько мы, сколько мама была, и сколько я, я всегда 22 июня, я вспоминаю этого летчика безымянного. Потому что он спас цепок еще был. Мы смогли проехать через мост и оказались в Шамагаре. Здесь нас тоже ждала бандюшка. Но повезло. Ишелон просточен на территорию Белоруссии. И постепенно мы оказались в положении эвакуированных. Ехали мы 15 суток. Потому что вагоны цепляли к тем поездам попутным. И приехали мы в Башкирию. В Башкирии были через четвертый июня. Это вот такой большой мукуч пройдет. Встретили нас в Башкирии очень хорошо. И мы с мамой оказались в деревне Брубли. Ну поскольку у нас с мамой ничего не было. Ключ только от квартиры. Поэтому мы не смогли сразу уехать из этой деревни, уехать в город, чтобы я могла учиться. Но тем не менее, мы целый год работали в колхозе. Мне было 12 лет, не помню, 13 лет. Я никогда не работала на земле. Но девочки, татарочки меня научили этому. Мы сажали, по воле. Была обычная христианская жизнь. Благодаря колхозу мы немножко собрали продукты. И ровно через год я тут пропустила. Я не училась, потому что не в чем было, не в чем было, не было одежды у нас. Из своего политишки я почему-то взяла, да выросла. Я пчелочка коротенькая, выше колен. А татарочки говорят, нельзя к изымке так ходить. К изымке, там же на длинные штанишки. А где же я возьму ситец-то на длинные штанишки? Поэтому в основном я сидела на заваленке. А когда работала, то мне опаечка такая, Марьян, давала свое большое платье. Ну и я до пятых, а я не говорю, это жемка наша, татарочка. Такие дела были. Это в этом селе. Когда мы переехали с мамой в поселок, меня приняли в большому школу, и меня приняли на восьмой класс, потому что до войны я закончила в семь классах. Приняли с условием. Если я нахватаю гусей, двоек, в течение месяца, то меня хочу, кстати, я буду занимать, учиться в седьмом классе. Ну, так получилось, оказывается, тогда еще более-менее светлая голова была, гусей у меня не было в табире. Были четверочки, пятерочки. Но дело в том, я всегда с большой радостью шла в школу. Мне нужно сказать, с большой радостью и со смущением. Почему со смущением? Потому что у меня плохая одежда была. У меня была самовязанная юбка, самовязанная кофточка, а на ногах бабайка, сосед, мне скрыли замечательные лопатки по ноге. И я единственная девочка в школе ходила в лоптях. Лопатки, когда была...